друзья всем огромный привет а у нас сегодня распаковочка нового станочка в мастерскую так что вам всем приятного просмотра давайте посмотрим что же у нас приехала у нас сегодня вот такая коробочка сразу раскрываем портировать почти собранный аппарат коробочка тут мы с вами сразу инструкция щеточки запасные и пару винтов транспортир алюминиевый с удобной ручкой кстати говоря это у нас защитный кожух и пластина пластина такая вот и защитный кожух и шочек во всякие винты толкатель уголки и сборочные болты с гайками тут на свете как затаилась серии ноги так пока мы оставим это здесь у нас такие вот винты они сразу сделаны чтобы фиксироваться то есть ножки вот такие у нас устроены штучки углубления и они вставляются и все то есть аккуратненько с одной стороны закручиваем так столик наш готов я пока ничего не затягиваю сейчас поставлю мне потом проще будет одному это делать перевернуть и уже дальше вот такие винты под шестигранник уже будем включить комплект также имеются шайбы также нас комплект вот такие две опорные ножки вот так они устанавливаются сейчас мы также зафиксируем в целом все готово сейчас мы сразу сами посмотрим что у нас здесь видно то есть нас вот здесь я вижу сразу это моторчик турбинки который будет нас выкидывать стружку нет я так думаю а ну да турбина пыле удаление то есть пыле удалением турбина пыли удаление это очень удобно будет сама по себе удаляться стружка здесь мы видим с вами мотор мотор у нас конечно щёточный на два с половиной киловатта 4800 оборотов в минуту тут у нас видим как расположен алюминиевый стол дюрал алюминий есть конечно ребра жесткости попробуем поставить его на ноги это будет проще вот так вот сделать одному раз на ноги поставили у нас столик готов здесь как можем с вами видеть с двух сторон нас направляющие линейки сейчас поставим сами раскрыть раскрыть раскрынивающий нож теперь поднимаем максимально высоко нож вот у нас здесь такой вот такая штука есть и мы вставляем наш расклинивающий сталка ставлю можно еще защиту пильного диска поставить но я не люблю ее пользоваться хотя здесь очень удобно можно турбинки подключить со шлангом то есть все в комплекте уже есть предусмотрено можно шланг поставить и у нас все пилки будут также улететь и улетать стружка сборник в комплект нас вот такая вот алюминиевая направляющая давайте попробуем его ставить мне вот самое интересное всегда было вот этот момент вручную когда выставляешь а то получается многих станках сделано каким образом то есть мы вот здесь вот условно отвели с вами закрепили и задняя сторона убежала здесь мы смотрим 8080 комплекте есть для узких вот так можно прикрепить на винты все в комплекте имеется вставляется нас здесь затягивается здесь мы с вами видим левой стороны у нас боковое боковое расширение а 300 миллиметров у нас рабочее поле увеличивается с левой стороны также у нас есть задний расширитель в одной плоскости также у нас есть с правой стороны вот настолько у нас еще расширяется четыреста восемьдесят пять миллиметров с правой стороны и сейчас покажу самую классную плюшку которая уже одна из классных плюшек просто смазать и будет все хорошо двигаться здесь есть уже вот такая направляющая то есть у нас есть штучка которая нас то есть понимаете да ставим транспортир в транспортире есть винт мы установили винтиком подтянули и теперь мы можем с вами уже не городить какие-то приспособления а уже надо отпилили направляющие класс пушка удобная допустим под 45 градусов но причем это же у нас линейка тоже двигается можем ее максимально класс это очень очень не хватало в станках сейчас тоже видите доделали здесь мы с вами снизу видим у нас есть колесико очень удобная ну то есть мы опускаем поднимаем сам диск здесь на шкала сколько градусов нам нужно выставлять также здесь у нас кнопка пуска кнопка стопа здесь у нас оснащена кнопкой сброса реле перезагрузки то есть если перегрел станок надо будет нажать остановить он остынет потом включить и уже можно дальше будет работать станочек у нас как видите ggb это 3255 а тире 2 мощность двигателя уже все написано 4800 оборотов в минуту турбина пыли удаления 230 вольт 50 герц 0 5 киловатта 16000 оборотов в минуту этого будет предостаточно для удаления стружки высота распила вас про 90 градусов 86 миллиметров под 45 градусов 60 миллиметров сам рабочий стол у нас 720 миллиметров до линейки на 60 на 640 миллиметров давайте посмотрим насколько у нас поднимается сам режущий нож под каким углом под 90 градусов посмотрим под углом 90 градусов перед 90 миллиметров у нас получается 65 миллиметров все видно мешочки я уже установил ножки у нас вот эти упорами но что-то массивно отпиливаем мы на него давим и у нас ножки упираются то есть чтобы не было от этого это я уже вручную поднимаю как бы он придерживает ну давайте произведем с вами первое включение плавный пуск есть и плавный тормоз есть то есть нет нету резкого обрыва нету резкого старта сейчас давайте будем тестить пробовать с вами разрезать есть у меня такая вот дощечка давайте попробуем ее распустить заодно вот сейчас у меня стоит заодно проверим насколько ровный будет распил ну пока диск новый конечно пил идеальный ну диск новый что говорит давайте мерить нашу заготовочку вот там 39 на одном краю и на другом краю также у нас ну 30 до 39 то есть перед их ровно все четко давайте попробуем сейчас выставить пошире теперь плохо видно 59 и здесь у нас 79 ну то есть распил довольно неплохой причем все даже по столику видно что у нас распилы ровные ну не считая того что доска сама по себе круглая а так все четко вот у нас давайте вот так вот таким образом так так это по спилу это вот другой спил по структуре видно что до другие спилы и все я хочу сказать довольно таки неплохо смотрите как будто родное а вот у нас наверное получается да который спил был посмотрите как будто так и должно быть шикарно шикарно я считаю что это шикарно так сейчас поставил под угол 45 градусов то давайте попробуем с вами отпереть вот таким вот образом нашу дощечку при помощи направляющей а 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 как а а а а а а а какие Прям тютелька в тютельку. Друзья, у нас с вами был вот такой вот небольшой обзорчик. Распаковочек круглопильного станка GIB3255A-2. Это вторая серия, потому что, видимо, первая серия, наверное, настольный. Станочек у меня все-таки уже на подножье. Станочек пока ничего не могу сказать. На первый взгляд очень достойно сделал. Пока мне нравится. То, что будет в дальнейшем, мы увидим с вами в работе. И посмотрим, как он себя покажет. Так что, если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь прямо сейчас. Вам же всем крепкого-крепкого здоровья. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Увидимся.